Чё, Чурка, я что-то придумал? Чё вы меня ругаете? Социальные сети страны переполнили видео из Казани. Крики, угрозы, травмы. Одному кондуктору сломали нос, другому брызнули в лицо перцовым баллончиком. Люди в шоке, как пассажиры, так и перевозчики. Вначале, когда автобус собирался, 7 минут стояли. Представляете, пока пересмотрели всё, пока QR-коды, пока, значит, вот, 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 7 минут простояли. Это можно сделать на межгороде, где продаются заранее билеты, где проверяются QR-коды. И человек приходит конкретно с фамилией на взятые билеты, и уже водитель будет знать, что он не приобрёл бы билет, правильно? А здесь как? Такая сменяемость, вот, надо проехать человеку остановку две, да? И представляете, пока он предоставит этот QR-код, и пока проверят его, всё, автобус встанет на месте. А это уже мнение барнаульских автоперевозчиков. Они уверены, обслуживающий персонал на транспорте такое не выдержит. Люди будут уходить, а пассажиры искать другие пути передвижения. К примеру, в Татарстане народ без QR-кодов уже объединяется, чтобы возить друг друга. Кстати, в целом, систему QR-кодирования многие барнаульцы одобряют. Ну, решили, что так будет лучше. В принципе, мне несложно было. Я, на самом деле, прививался и до введения этой меры. Поэтому, что касается ограничений, бизнесу тяжело. Здесь, конечно, печальная история. А мне, как обывателю, хуже от этого не стало. Где люди, которые заботятся о своём здоровье, хотели бы быть в безопасности и знать, что они в безопасности. А в общественном транспорте, как вы думаете, нужно вводить? QR-код. Ну, вообще-то, если бы он не был так загружен, как у нас, то, наверное, бы надо. Но у нас навряд ли, наверное, получится. Есть, правда, и кардинально противоположные мнения. Я думаю, что обошлись бы без QR-кодов. Ну, правительство так сказало. А как по-другому, например, уровень заболеваемости снижать, если не QR-коды использовать? А здесь получается, что нас вынуждают. Поэтому, я думаю, что нет. А какие тогда меры могут снизить заболеваемость по-вашему? Ну, я думаю, это личная ответственность всех граждан. Понимание, да. То есть, если ты болен, посиди дома, полечись. Есть граждане, которым не нравится это, поэтому давайте это обсуждать и, может быть, технологически решать проблемы на сайте госуслуг. А что касается, в принципе, меры введения, да, она нормальная, адекватная и имеет положительный опыт в части других стран. Но давайте просто к ней отнесемся сбалансированно с точки зрения того, чтобы, ну, извините меня за выражение, бизнес не пострадал. Не угроби бизнеса. Собственно, законопроект о QR-кодах должен разложить все по полочкам и для обычных жителей России, и для бизнеса. Поэтому сейчас его активно обсуждают в регионах. Комитеты Госдумы начнут рассматривать проекты только 14 декабря, после сбора предложений от граждан. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.